здрасте а всем друзья привет уленьки золотой колосс продолжаем мы карьеру или начинаем я не знаю как правильно по сути дела первая серия была обзорной что ли неважно в общем то мы продолжаем играть и сегодня мы уже начнем прям карьеру карьеру правда делать особо тоже много чего не будем сегодня наше дело закупиться техникой вообще кстати приехал валерон сюда не знаю как его обозвать давайте друзья сами придумаем вместе имя для нашего героя я его даже следующей серии может быть обзову этим именем и в общем то наш герой приехал сюда на вот такой вот замечательной машинки с бюджетом в 500 тысяч евро тут по дефолту в игре дается миллион шестьсот но знаете ли мне кажется это слишком дохрена я вообще собирался 400 делать но чет в комментариях сказали мне что это будет прям ну совсем хардкорно принципе тут из любого минуса можно выйти тупо работая на чужих полях но не важно в общем то наш герой будет пока что жить в этом домике есть такой сарайчик купил он маленький участочек и все замечательно тут даже есть какие-то дрова если вы понимаете о чем я почему именно этот домик я выбрал потому что напротив этого домика стоит вот такая вот херня которая будет греть мне душу и выводить меня из депрессии спасибо разработчикам за такое очень приятно знаете ли но неважно в общем то пока что мы обоснуемся вот здесь также здесь есть небольшая он стояночка также это место кстати охраняется поэтому технику здесь можно хранить ее не сопрут это прекрасно у нас на бюджете в общем то есть 500 тысяч если будет совсем какая-то катастрофа по деньгам то крузака всегда можно продать уж извините вот эти все копейки девятки они все в прошлом у крутого фермера должна быть крутая тачка не знаю будем ли мы на ней ездить когда-нибудь куда-нибудь но в общем то она есть и пускай будет в общем то сегодня наша задача друзья составить план на ближайшее прохождение скажем так и закупиться какой-то минимальной техникой также друзья я вам покажу набор техники который идет с картой поэтому в общем то можно поехать в магазин и можно даже разочек сделать это на нашей машинке почему бы и нет приехал вот такой короче дядя на крузаке почему бы почему бы и нет да в общем то погнали в магаз а там будем смотреть что да как а здрасте а мы тут приехали к вам технику покупать припаркуемся пока что вот тут а и в общем то погнали смотреть что у нас вообще в магазине есть начнем друзья с того что идет вместе с картой и так с первое я не знаю в каком порядке я буду вам об этом рассказывает но в общем то есть вот такой вот замечательный бортовой урал как обычно все модельки качественные все прекрасно я на этом акцентировать внимание не буду потому что у нас криптов все хорошо с этим так вот в общем то есть вот такой бортовой урал который умеет возить доски бревна поддоны мешки и в общем то практически все грузы которые у вас делаются на производствах на тепличках и так далее на старте в общем то мы будем начинать с него правда пока у нас этих производств нету надобности в нем тоже никакой нету также перенесли на ребята сюда вот этот вот опрыскиватель замечательный я им в 17 ферме не пользовался но видимо здесь придется плюс я еще не решил играть мы будем сорняками или без но в общем то вот такая вот штука замечательная здесь тоже присутствует идет в паке с картой далее друзья идет у нас пптс 12 прицепчик для зерна 12 кубов также расширяется до 14 и видимо силы сны до 16 не знаю вмещается ли туда всем потом посмотрим даже расширение сюда поставили адаптирую к 19 ферме какие молодцы далее идет вот такой вот прицепчик для перевозки животных в принципе по большей части от дефолтных он не сильно отличается но он лучше подходит для перевозки животных на этой карте потому что у него есть поддержка молодняка как вы знаете на этой карте животные переделаны вы не можете купить себе 100 коров вы можете себе купить 100 телят и в общем-то телят больше помещается чем коров потому что они меньше по размеру это логично и год в дефолтные прицепы это все дело не прописывается а вот такие вот прицепчики которые с карты идут они в общем-то позволяют перевозить большее количество молодняка также друзья вместе с карты идет вот такой вот большой прицеп тонар рефрижератор вместимость у него 50 кубов в нем можно возить всякие грузы опять-таки к тягачам они подцепляются в нем вместимость чуть больше и вариантов того чего он может возить тоже чуть больше чем у бортового урала в общем-то когда у нас появится заводы и крутые тягачи то эта штука нам тоже обязательно понадобится также в паке друзья идут контейнеры стандартные для всяких комплектующих да вообще много чего здесь можно хранить на самом деле но в первую очередь они нужны для комплектующих и стройматериалов которые нужны для строек которые покупаются переводится прям только в контейнерах в общем-то его можно покрасить в любой цвет какой вам угодно разумеется в оранжевый самый красивый все об этом прекрасно знаете и контейнеров на самом деле 21 20 футовый 140 футовый не путать с объемом точнее 30 и 60 кубов они соответственно по вместимости футы это не кубы а то находились умные которые писали какого хрена там 20 футов а у 30 кубов влезает читер футу таким быть не путайте друзья хер трамвайной ручкой большой контейнер тоже разумеется красится в любой цвет и может он быть оранжевым и прекрасным да но чтобы возить эти самые контейнеры есть контейнеровозы разумеется маленький в нем даже колесики меняются ух ты нихрена себе в общем то вот такой вот есть маленький контейнеровоз для маленького контейнера и разумеется большой контейнеровоз для большого контейнера кстати на него можно поставить два маленьких если что так что выбирайте что душе угодно ну и плюс друзья еще в паке с карты идет мод на уборку корнеплодов которые новые в этой карте нестандартные типа лук морковь и прочей фигни ну и свеклу он разумеется умеет убирать тут не надо изобретать велосипед в общем-то корнеплоды уборочные он и в африке корнеплоды уборочные это всегда холмер все его любят и идет к нему три жадки разных цветов в общем-то они по дефолту покрашены в разные цвета но до чтобы их отличать потому что например на карте зеленая долина там ты покупаешь 4 различных комбайна для уборки всего и потом не можешь их отличить но не будем о грустном в общем то здесь все перекрашено все прекрасно стали друзья мы переходим к паку крутой техники который идет с картой не знаю в чем ее крутость она крутая да значит и начинаем и с вот такой вот маленькой бочки ее тоже можно красить в любой цвет например оранжевый черт почему я так люблю оранжевый кстати авторы покрасили он диски в оранжевый и все остальное молодцы прям как по заказу хотя я их не просил в общем-то эта бочка перевозит все жидкости которые есть на карте а на карте есть жидкости которые надо перевозить и дефолтными это ничего не получится в общем-то для трактора маленькая такая на 7 300 пойдет а если на 7 300 вам мало то если у вас есть тягач что можно взять вот такую вот замечательную бочку когель цистерна на 40 кубов веселый молочник йома я даже забыл про это точно так же краситься в любой цвет я думаю шланги потом тоже будет все прекрасно работать проверяйте это сейчас не буду слушать она реально прекрасно смотрится оранжевый черным это же самое и идеальное сочетание цветов так что для жидкости в общем-то да вот такая вот штука далее друзья тягачи тягачи здесь маны сделаны классно два варианта один обычный ман тгс типа шоссейный ман короче ездит 100 километров в час 340 лошадок в нем ухты добавляется обтекатель я не знаю в 17 ферме такая штука была или нет я как-то внимание не обращал но прикольно ну разумеется тоже красится на любой цвет все как обычно а также друзья есть тяжелый тягач в нем 540 лошадок уже но едет он чуть медленнее но на самом деле мне кажется 90 километров в час вообще по горло хватает стоит он только падла дороже в общем то то же самое покраска и колесики все как обычно но модель классная в любом случае также есть вот такой вот замечательный ман зерновоз который тоже красится в нем можно возить как ни странно зерно 27 кубов в него влезает и это кстати немало а кому мало тот докупит себе еще прицепы еще на 27 кубов того вы можете сразу дохрена возить тоже тут можно колесики заменить ну стандартная до фермерская тема менять колеса есть друзья другой man чуть-чуть другой и он возит уже не зерно называется он man universal вводит он всякий песочек гравий короче не зерно у него чуть меньше вместительность 24 куба и соответственно такой же прицепчик нему в комплекте идет и опять таки да все это дело у нас прекрасно красится и и может быть абсолютно любого цвета радуги какого вы захотите плюс друзья в этом паке есть еще вот такой вот замечательный тонар на 37 кубов вполне себе симпатичненький 37 кубов и стоит он тоже 37000 недорого есть какая-то зависимость до объема и цены пофигу ну и супер крутой продуктовый полуприцеп тоже для продуктов может он быть с логотипом манускрипта с логотипом ё-моё же тут куча всякой разных покрасочек может вообще просто обычный шторный прицепчик такой быть в общем то вот так вот самое дешевое с логотипом манускрипта вот хитрые знают же что я например жадный человек придется вот так вот ездить ну и ладно я не против так что это друзья то что касается техники которая идет вместе с картой и тут еще отнюдь не все она еще допиливается скоро это вот-вот будет может быть уже даже что-то готово потому что ролик выходит не сегодня мне не в день записи даже не на завтра если друзья чего появится то я вам обязательно это покажу наверное если не забуду вы знаете ли старость не радость я могу уже про многое забыть но в любом случае сегодня нам надо купить себе технику стартовый набор что называется набор для новичка поэтому погнали смотреть что нам вообще нужно имея бюджет в 500 тысяч особо техникой не закупишься но мы попытаемся и так для начала друзья уборочный комбайн эта штука прям маст хэв и как обычно мы в карьерах начинаем это будет нова 330 от россельмаша так что мы ее берем а также друзья к этому комбайну обязательно нужна жадка и мы берем то что идет в комплекте я не буду упарываться друзья в старые вот эти мтз хи енисеи дт хи она мне нахрен все не всралось в игре есть дохренища прекрасной техники будем пользоваться тем что есть жадочку мы в общем-то для комбайна тоже покупаем потому что комбайн без жадки это не комбайн урожай друзья надо куда-то складывайте поэтому нам нужен прицеп для трактора и разумеется возьмем раз уж у нас есть такой замечательный прицеп который идет с картой возьмем его берем к нему повышенную вместимость добавляя 350 евре ков серьезно 350 евро стоит прибить вот эти вот три доски это грабеж на самом деле но ладно и с уборкой урожая мы вроде как разобрались далее идем разбираться с полевыми работами что нам нужно во первых нужен плуг для старта друзья вы берем пока что вот этот двухметровый попозже возьмем джимпу но это попозже пока что вот такой благо пахать здесь нужно не часто не обязательно пахать каждые три урожая паха то нужно будет только после определенных культур стоит он недорого поэтому берем а вот культивировать друзья придется немножко почаще мы любим культивировать это вообще мое любимое занятие на ферме если что короче тоже берем практически самое донное пока что денег на большее у нас нету также берем друзья самую простую сейлку вот это вот зеленая оранжевенькую и берем друзья сажалку сажалку берем вторую она мне нравится больше да также друзья нам еще нужна херня чтобы удобрять поле поэтому возьмем то что идет с картой на старте пойдет потом уже купим что-нибудь покруче теперь друзья мы можем полностью сажать все что захотим и куда захотим а также потом все это дело убирать единственное нам еще нужны трактора тракторов возьмем друзья пока что два и это будет даже не вальтра как ни странно это будет во первых фиатик самый дешевый трактор но в нем 150 лошадок и он сможет нормально работать узкие шины нам не надо я такое не люблю на нем кстати даже стандартные шины смотрится как-то довольно ущербно давайте возьмем вообще прям широкие шины а он ездит медленно но он будет у нас не возить а работать на поле а для возить возьмем фенда также поставим широкие шины поставим на него суперскую движку и она теперь будет тоже на 150 к был то есть в поле он работать тоже без проблем сможет крепление фронтального погрузчика если что можно будет потом добавить пока что я его ставить не буду и в общем то это дело мы тоже покупаем и на этом все у нас остается 95 тысяч денег и у нас есть вот такой вот замечательный стартовый набор чтобы друзья начинать работать работать мы здесь играем для того чтобы работать в общем то друзья я перегоняю все это дело к нам на базу и мы встречаемся уже чуть попозже а приехали мы обратно черт у меня почти 15 минут ушло на то чтобы сюда это все перевести или даже больше я на самом деле не засекал короче говоря у нас пока что вот так вот примерно это все будет сложено и всякая навесная фигня будет валяться здесь комбайн будет стоять здесь трактора замечательно у нас помещаются здесь я бы на самом деле все это навесной и во двор бы загнал с удовольствием только вот трактора высоковаты вот сюда вот они не пролазит крузак пролазит трактора не пролазит ну в общем то грузака будем хранить в гараже и значится смотрите у нас уже 9 часов утра у нас есть 95 тысяч денег осталось и на эти деньги мы ни хрена не купим но друзья в этой замечательной игре есть работа на чужих полях которая почему-то у меня сейчас нету я щас новую карьеру начинал по сравнению с прошлой серии если что может она еще не прогрузилась а может быть там что-то допиливают я в общем то об этом узнаю но в любом случае друзья у нас впереди работа на полях на чужих потому что надо собирать деньги и начнем мы это дело со стрима да скорее всего завтра то бишь в четверг мы попробуем провести тестовый стрим мы посмотрим как она пойдет не бомбанули я и так далее но для начала мы друзья еще съездим в риэлторское агентство надо друзья кое-что посмотреть и прицениться приехали оставляем машинку здесь я не знаю через забор неправильно перепрыгивать погнали здесь до риэлторское агентство надо посмотреть чё по ценам и составлять план покупок во первых друзья нам нужны поля изначально разумеется я собираюсь приобретать поля которые у нас были раньше по факту то что находится около фермы около главной фермы то бишь 67 потом 45 18 может возьмем для травки для животных как и раньше у нас было в общем то 6 7 поле вместе нам обойдутся около 500 тысяч это если владельцы то бишь глушков илья не начнет выпендриваться мы знаем эту игру он может начать короче говоря в любом случае денег надо много чтобы купить эти два поля 500 тысяч плюс друзья в первую очередь из строений нам обязательно нужно купить ферму а ферма мать его стоит целый миллион денег это уже разумеется после полей после того как возьмем ферму а может быть и до того возьмем теплички мне интересно почему восточный тепличный комплекс стоит дороже чем северный может там теплиц больше и рейтинга кстати требует тоже больше о теплички мы не скоро купим там требуется рейтинг друзья рейтинг здесь будет фармить не так легко как в 17 части потому что в основном рейтинг дается за выполненные контракты я имею ввиду контракты которые не работают на чужих полях контракты на поставки каких-либо товаров как я уже говорил здесь экономика у нас изменилась теперь она как на дырах кавказа и теперь эти контракты будут появляться случайным образом и там по-моему по три штуки за раз по крайней мере сколько вот я тестил это все дело было именно так они теперь не будут обновляться каждый чуть ли не час и ты не сможешь приехать на биржу контрактов и смотреть чем тебе заниматься с другой же стороны то что мы будем выращивать мы все равно сможем продавать деньги сможем на этом зарабатывать но с рейтингом будет чуть-чуть потяжелее ладно поехали пока что тогда домой я там буду толкать прощальную речь мать ее и так что мы имеем мы все купили ну как все технику купили можем работать на полях есть еще по мелочи то что надо будет докупить но это чуть попозже потому что надо опять таки определиться с некоторыми вещами там я кстати пару дней назад голосовалку запустил ну то есть как пару дней назад я ее на самом деле даже еще не запустил но для вас она уже пару дней как шла и в зависимости друзья от результатов этого голосования у нас что-то поменяется или не поменяется в любом случае что-то придется еще докупать ну и есть в общем то уже небольшой план на что нам копить денежку поля ферма и так далее на этом друзья у меня все давайте соберем дохренище лайкусиков потому что кто не поставит лайкусик тот сосиска и вы прекрасно знаете наши правила быть сосисками не круто запомните это помните у группы король и шут а хотя и какое помните детей много ну там в общем то есть песенка сосиска и очень жизненная послушайте если кто не знает а еще друзья пишите ваши комментарии все что вы думаете по поводу нашего развития если вы хотите смотреть серии прям сразу по мере записи они по расписанию то можете оформить спонсорку которая стоит там сраный доллар это как чашка кофе а мне приятно будет ссылки вообще на все плейлисты на все что я считаю важным и интересным есть в описании так что в общем то вы все прекрасно знаете всем друзья огромнейшее спасибо за внимание с вами был никита дела и и всем всего доброго покаки